Здравствуйте! В эфире программа «Каждый день» и в студии Елена Игнатьева. Начнем выпуск с прогноза погоды на четверг, 14 июля. В Мартуке малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Алге также малооблачно, осадки в виде дождя. Столбики термометров покажут плюс 27. В Храмтау малооблачная погода, синоптики прогнозируют дождь, плюс 26 градусов. Малооблачная погода с дождем ожидается и в Бадамше. Там температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. И в Шалкаре также малооблачно. В первой половине дня пройдут осадки в виде дождя, 26 градусов тепла. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. В Ак-Тубе проходят конкурсы на лучший дом. И лучший двор. В целях максимального привлечения жителей к решению вопросов санитарного состояния, благоустройства, озеленения, улучшения архитектурного облика города, Акимат с 1 мая по 1 августа 2016 года проводит городской конкурс по двум номинациям. Конкурс на лучшую прилегающую территорию среди частных домостроений и конкурс среди домов многоэтажной застройки, расположенных на территории города. Для победителей, занявших первые, вторые и третьи места, учреждены призы и дипломы Акима города. Заявки для участия в конкурсе можно подавать по телефону 55 41 01 55 47 33. Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте городского Акимата. В четверг, 14 июля, на нашем телеканале смотрите фильм «Одиночество крови». Главная героиня фильма Мария, работающая фармацевтом, потеряла мужа. Три недели поисков неизвестности и переживаний превращают ее в зомби, с трудом осознающую окружающую действительность. На фоне личной трагедии в городе, где живет Мария, происходит серия загадочных убийств красивых молодых девушек. Все они до этого испытали на себе действия разработанного Марией лекарства. В кинотеатре «Локомотив» на самом большом экране в городе. Вы можете посмотреть премьеру мультфильма «Ледниковый период. Столкновение неизбежно». Герои анимационной франшизы «Ледниковый период», за которой многие зрители наверняка следят еще с детства, в предыдущих частях успели найти выживших мамонтов, предотвратить наводнения и даже побывать в мире динозавров. Казалось бы, какие еще приключения могут ждать отважных животных? Ведь некоторые из них даже успели обзавестись собственными семьями. Давайте посмотрим. О, здорово, ребята! Пап, ты что тут делаешь? Это только начало. К нам несется астероид из болинского размера. Мы пойдем на место падения, все там исследуем и придумаем, как его остановить. Ну, кто со мной? Стопай, как на краю света и назад! Зад! Кошмар! О, мы трудосмотримся! Как думаешь, это очень опасно? О, прикольно! Завязывайте! Мэнни, Элли, Сид, Диего, Бак и Скрад. Перестаньте. Вот зануда! Берегись! Берегись! Держи, быстрей! Скорей, тыщеру! Бабуля, быстрее! Перестань торопить меня. Меня чаще било молнии. Бабуля! Чем ты ел супчик на обед? Ледниковый период. Столкновение неизбежно. Смотрите программу каждый день в эфире или на официальном сайте rikotv.kz. Будьте в курсе самых интересных событий нашего города. Всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова